Чтение святого Евангелия 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 Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Иисусу Христу, воскресшему нашему Господу, Богу и Спасителю! Да, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я рад всем вас приветствовать. Дорогие братья и сестры католики, а также православные, протестанты, потому что сегодня по приглашению пришли христиане разных динаминаций сюда в гости. Я имею честь быть гостем вашего города, благословенного города Николаева. И в этом я провожу семинар здесь, в истории христианства. И вчера я предложил христиан, пришедших на этот семинар, именно как раз на благослужение. Разделить воскресную радость вместе с братьями и готовыми здесь, в костюме. Слава Иисусу Христу, нашему Господу! И это очень хорошо, потому что мы вместе, очень, думаю, прекрасно, когда мы, христиане разных традиций, разных, порой некоторых обычаев, доктрин, но вместе, после Иисуса Христа, нашего Спасителя, вместе, окременно, друг с Богом, соединяемся в молитве. Тем более Пасха, это как раз время, думаю, наиболее, как раз близкое к нам, христианам всем, независимо от наших традиций. Я, по-моему, знаю римскую традицию, я знаю немного само благослужение местное, католическое, но есть элементы похожие на православное благослужение, есть элементы, которые разница, отличаются, но самое главное, что Бог будет тот же самый, Дух Христов. Потому что написано, что кто Духа Христова не имеет, тот и не Бог. Это самое основное, самое главное. И когда мы говорим, что Христос воскрес, в православной традиции Пасха у него немного побольше, но самое главное, как Серафим Заровский, один из людей, думаю, многим, даже как роликам известный, потом мы говорим, что Христос воскрес, радость твоя. Он отговорил и этом, и зимой, и весной, и осенью. И некоторые говорили, вот, что наш старик, наверное, он забыл, наверное, он уже старый в порой, но он говорил, а Христос будет все равно воскрес. И он делился этой Пасхальной радостью. И сегодня пусть Христос воскрешит. Он действительно благословит нас своим воскресением. Благословит нас. Он сказал, я хочу вспомнить, не только прочитанные сейчас в рамках, из Иоанна Георгии Атеана, но также из Иоанна Георгии Атеана хочу вспомнить один из двух, 25 стих, где сказано, самим Иисусом Христом, я есть воскресенье. А то и из Иоанна нашего Господа воскресенье. А дальше он говорил, и жизнь. И он дальше говорил, и верующий в меня даже если в кровь ошнет. И на самом деле, Господь наш, есть воскресенье и жизнь наша. И каждый христианин, независимо от динаминации, независимо от конфессии, если он действительно христианин, то это человек, переживший встречу с воскресшим Христом, с воскресшим живым Богом. Ученики, они порой не понимали некоторые вещи тогда. От них же было закрыто, написано, не знали еще и списали, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Но сегодня мы знаем, что так надлежало, что он надлежал от Христу пострадать, надлежало Христу воскреснуть из мертвых. И это основа нашего вероучения, основа нашей жизни. Потому что, как сказано было также в предыдущем послании, что если вы воскреснете за Христом, то и жить будем с ним, и ходить в обновленной жизни. Друзья мои, дорогие братья и сестры, я очень рад, что многие священнослужители сегодня, разные конфессии, сегодня вместе, благодарности Богу, переживают именно силу воскресения. Знаете, на Руси говорят так, «Каков Бог, таков приход». Слышали, наверное, да, и так? Если священнослужители, если пастырь, если епископы, если батюшки, разные конфессии, динаминации, переживают воскресение Христа в своей жизни, если действительно являемся мы свидетелями воскресения Христа, то и люди, идущие за нами, они будут не слепы, они будут знать, куда идти. Друзья мои, и есть один православный садовновский садовский садовение, думаю, те из вас, которые упали в храмах православных, это слышали, оно поется всегда, но на Пасху особенно торжественно, особенно красиво. Там слова есть такие, ясно, в русском. «Воскресенье Христова, видишь же, поклонимся святому Господу Иисусу, единому, безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресенье Твое Расслабляем, ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя, другого не знаем, имя Твое прослабляем, придите все верные, поклонимся святому Христову Воскресенье, ибо пришла через Хрест радость всему миру. Всегда прославляя имя Господа, моля о воскресенье Его, распятие претерпев, Он смертью смерть победил. Воскрес Иисусе зеленый, как Он и предсказал, подарить нам жизнь вечную, молитой своей тивости. Христос воскрес! Воскрес! Вы знаете, очень часто это пасхальное приветствие, оно, как традиция, красивая, добрая традиция, но очень хочется, чтобы люди действительно переживали воскресенье в своей жизни, чтобы не только это было красивым приветствием пасхальным. Знаете ли, пасха, это не просто красный день календаря, это действительно Христос воскресший. И, знаете, друзья мои, я хочу поделиться таким свидетельством о воскресенье в своей жизни. Это было в 2003 году, когда я был с рулем автомобиля, и я попал в аварию. Я сбил подростка, это была, ну, очень такая тяжелая ситуация. И, знаете, мальчик был без признаков жизни, но молился я с этого мальчика, просто вопил к Богу. Знаете, те, кто попадал в какие-то такие происшествия, те, наверное, понимают, как я говорю, я был в стрессе, и просто молился к Богу. И, знаете, Господь был милостив, был милостив к этому мальчику подняли, и мальчик поднялся. Он признаки жизни стал подниматься, стал подниматься. Но он был очень сильно поломан, он был разбит, и у него сзади голова была, знаете, как вот арбуз треснувший, кости отожились, и там мякость покаталась. Нет, по-другому, но вот такое описание. И, знаете, что произошло? Когда приехала скорая помощь, это было в Сумской области, я ехал как раз с пролевца, значит, через пролевец, с Ива. И, знаете, друзья, так получилось, что врач посмотрел на мальчика и сказал, что рано несеместимой жизнью, и сказал, что прятал он выживет. Но я понимаю так, что если Господь сейчас поднял его на дороге, то, хотя у меня были мысли, наверное, может быть, это было бы смех, потому что был обморок в руки. Но думаю, если бы он поднял, таки его на дороге не сейчас. Но это не для того, чтобы он умер где-то на дороге сейчас, он будет жить. Неябой день был этот, знаете. И я просто был удивлен вот этому чужу, но когда уже в милиции, будучи через некоторое время, в этом же пролевце, в следовательном кабинете, и, из моих слов, когда все было записано, это происшествие, то пришел врач с логой помощи, и он, значит, говорил следователю, что, знаете, когда в чертах, в чертах вообще никакая, не может быть, говорит, мальчик полностью здоровый, полностью ценный. То есть, там буквально за несколько, 15 минут, пока его везли, вот, с местного происшествия, прайцентр, пролевец, каким-то образом он остелился полностью. То есть, его череп взросся, кожа срослась, как будто не давалась никогда, знаете, поэтому врач был просто в недоумение. А потом еще хирург, он был тоже и нынешним ребенком, даже не большим. Потому что, когда мальчика разделили, когда она, его осмотрел хирург, объяснили, что перезли с ДТП, и одежда свидетельствовала, что на самом деле и кровь на нем была, но кровь, когда смыли, ничего не обнаружили, голова цена, и телемка, как будто не ломалась. Знаете, и потом, разве что следующее, ему делали снижки, тело чистое, не травмировано, делали снижки, снижки показали, что кровь Стиво Цеда, внутренность Стиво Цеда, это было фантастика просто для них, и особенно хирурга, потому что хирург этого мальчика узнал, и он вспомнил, что этот мальчик не побежал в хирургии уже с переломом когда-то. И мальчик сказал, да, это он, он бежал в хирургии, что все зажилось в первый раз, он уже ходил в школу, уже гонял снова на мотоцикл, а я не сказал, что этот мальчик, он был школьник, подросток, и он был на мотоцикле, и он был на трассу покататься, если на росту от другой, и вот это такое произошло. И, друзья, конечно, хирург был очень сильно удивлен, потому что не только следы от новых переломов исчезли тогда, но и след от старого перелома исчезли, а следователь врач пояснял, что вы у него Иисус, и он, наверное, присутствовал просто. И они знают, что я батюшка, я был в черном, это подряд следят. И, вы знаете, врач сказал, что так бы хорошо, чтобы не зажило тогда перелом, но на снимке обязательно след от старого перелома должен будет присутствовать. Такого не бывает, что зажило, и с ним просто разлать без следа. И поэтому врач тоже был в недоумении хирургом. Кстати, он хирург недавно отрушил уже вечность. Я надеюсь, что он с тобой покаялся, он был неверующим человеком, но он был свидетелем этого чуда. И другие люди, милиционер, допустим, Сергей Шкуров, когда милиция, он уже пришел в подставку, он уже на пенсии. Вот тогда он был действующим офицером. Если познакомиться тогда с этим человеком интересным, он был тоже свидетелем вот этого всего происшествия. Он был очень сильно тронут. И что так получилось, мы возвращались обратно. Я был опять за рулем машины, мы легли в Киев, время уже было позднее. Мы не поехали дальше в Россию, как мы наберевались ехать. Это было в пятницу все. Накануне субботы, которая в традиции православной называется Лазареве субботой. Календарь православным немного отличается чуть-чуть от католического, но не скажу Лазарева суббота, я так понимаю, в римской традиции. И именно как раз вспоминается это совершение правительства Лазаря. И что интересно, когда ехал обратно, и со мной была моя супруга, и наши когда-то пятеро детей, наши шестерки детей, когда-то пятеро, и мы возвращались обратно. И не знаю, что произошло. Я слышал голос. Я нормально человеку не слышу голосов, знаете, и я не псих такой, а что-то начинал, знаете, он говорит всем, что голоса я не слышу. Нет, но я вдруг не слышал, уже не ночью, по сути, уже поздно вечера не слышал голос, который говорил мне. Говорил три раза одно и то же. И самое интересное, это было громко, слышно, но супруга моя не спала, она была рядом со мной, и она не слышала ничего. Знаете, дети прямали в машине, вот, но, оказывается, только один я слышал голос. Хотя, конечно, она слышит тоже. И голос спрашивал меня три раза, но тоже. Ты это видел? Я не мог ничего не видеть, но я говорил, да, Господи. Я понимал, что это Господь, я это понял так, и я говорю, да, Господи, и так три раза было. А после того, как третий раз этот голос сказал, мне опять вопрос задал, тот же самый голос, очень грунтый, стал говорить следующее. Вот так будет и с этого. И все, я больше ничего не слышал. Вот за что вопросом поправдал, говорится. Что слышал, кто и сказал. И знаете, интересно очень, когда я ехал дальше, уже не было голоса, я просто, это были мои мысли, но это было как раз из Писания, из Евангелия от Иоанна. Это было как раз, было местописание, что я назвал выше 11 глава 25 стих Иоанна, где сказано «Я есть воскресенье». 50-ки раз одно и то же, знаете, вспоминалось на Зоеве, воспоминание одного и того же текста Писания «Я есть воскресенье». А дальше ведут «Я есть воскресенье и жизнь». И потом, и верующие меня, и дальше смотрю, и до самого Киева, пока не ехал уже в город, это вспоминание текста продолжалось. И знаете ли, потом еще я в голову сумел, что только это не просто Судово Лазарево, это было особым знаком. Знаете ли, я верю в воскресенье церкви, я верю в то, что сила воскресенье Христа, она в церкви Христовой. В церкви Христовой. И даже если церковь Христова, порой их тяжелых ситуаций бывает, и люди номинальные, что он называется, христианами, то у Господа есть сила, даже и сильнее, во-первых, идти обратно. Он может номинальное христианство сделать настоящее христианство, номинальное христианство сделать настоящее христианство. А те, которые уснули, духовно вздремали, пробудить, он, как сказано, а то, что он, по-моему, было встань спящий, воскресни из мертвых и освятить тебя Христос. Друзья, и Пасха католическая, воплое, в стиле католичества, она раз в году опять совпала с еврейским Пасхом, да, с Пасхой. То есть мы вспоминаем великий исход из царства египетского народа Божьего, и Господь сегодня, он выводит нас из грехов наших, из гробов наших, из наших Египтов, из наших Египтов выводит. Я хочу вас благословить, я попрошу... Я хочу по такой старой традиции восточной благословить вас. В последней поездке в Америку я, значит, был в христианской большой свадьболке, этот день египет, что герой Иисуса Христа, как спасителя Иешуа, Машеха, и вот эту христианскую победу дали мне. И я всегда в церкви не убрал, не благословлял людей. И я хочу благословить вас, все присутствующие, сегодняшние эти посхания, благословения. Среди присутствующих, может быть, так много игроков по крови, но по нашей общей мере, в Иисусе Христа, и Шуа, Машеха, мы на свете невеликой благословений, и я хочу спеть благословения на вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, а это святостью, спеть благословения на языке нашего Господа Иисуса Христа, на импультии и на русском языке. Благословение из 4-го книги Моисеева, из чисел 6-я глава. Благословение из 5-го книги Моисеева, из чисел 6-го книги Моисеева, из чисел 6-го книги Моисеева, Благословение из 5-го книги Моисеева, из чисел 7-го 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 кни И помню тебя, обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир. И помню тебя, Господи, 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 я благодарю Тебя, Боже, за этот пасхальный день. Боже, благодарю Тебя за силу воскресения в жизни верующих. Благодарю Тебя, Господи, с Божьим саркостью. Благодарю Тебя за это собрание, за Бога служения, за место это. За то, что Ты собрал нас, Благодарю Тебя, и также православных и православных, пришедших сюда, раздеведенную радость, поставив вместе, Господь, благослови, обрати Свою светлое лицо и благослови нас. Во имя Господа Бога из вас, нашему Иисусу Христа. Аминь. Поздравляю Тебя, Господи. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.